Я хочу прочитать с вами Евангелие от Матфея и провести полдня с Иисусом. Мы прочтем часть девятой главы и изучим события этого дня и жизни Иисуса. У меня есть привычка во время чтения Евангелия представлять себя участником событий. Я не хочу быть зрителем с первого ряда и не хочу быть на сцене событий. Мне больше нравится представлять себя среди учеников. Мне хочется услышать, что происходит, знать предысторию, но не быть в центре внимания. Я словно стою возле поля во время игры в бейсбол. Слышу, как летает мяч, но сам играть не хочу. Вот так мне нравится читать Евангелие. Мне хочется быть настолько близко, чтобы видеть все происходящее, но оставаться незамеченным. Так что приглашаю вас изучить Евангелие от Матфея по-новому. Девятая глава с 18 стиха. Когда он говорил им сие, подошел к нему некоторый начальник и, кланяясь ему, говорил, «Дочь моя теперь умирает, но приди, возложи на нее руку твою, и она будет жива». Прямое заявление, но необычное. Вы только что увидели отчаянного человека. Он — начальник, обладающий влиянием, богатством и властью, границ которой мы не знаем. Это не обычный человек, это начальник. И он пришел к Иисусу со словами, «Моя дочь умирает, приди и возложи на нее руки, чтобы она жила». Представили себе лица учеников? Мне кажется, они все сделали шаг назад. «Босс, это для тебя. Мы лучше справляемся с насморком, простудой. А мертвый — это для тебя, Господи. Сходи туда». Скажите, вы молились за кого-нибудь в этом году? Весь год. Все, кто молился за кого-нибудь в этом году, поднимите руки. Ну, слава Богу. Я уж было подумал, что руки поднимут человека четыре. Представьте, что к вам пришли с просьбой. «Придите, возложите руки на мою дочь, и она будет жить». Как неудобно. Может, позвонить в реанимацию? Мы читаем Библию, считая это нормой, но в корне этой просьбы невероятное отчаяние отца, умирающей дочери. Он уже не знает, какую нажать кнопку и какой дернуть рычаг. Он не в силах ничего сделать. И тут он услышал о каком-то равине. Иисус только начинал свое служение. Этот начальник пришел к Иисусу со словами «Просто приди, и она будет жить». А что ответил Иисус? И встав, Иисус пошел за ним и ученики его. Они не остались без дела и пошли за Господом. И вот женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды его. Ибо она говорила сама в себе, «Если только прикоснусь к одежде его, выздоровею». Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал, «Дерзай, черепь, вера твоя спасла тебя». Женщина с того часа стала здоровано. На пути к дому начальника им встретилась разбитая женщина. Разбитая телесно, эмоционально и финансово. Вы знаете из других Евангелий, что больше 10 лет она искала решение этой проблемы. Она потратила все свои средства и все свое время. Она испробовала все, но решения не нашла. Мы не знаем ни ее имени, ни имени этого отца. Фокус не на имя. Фокус этой истории на Иисусе. Итак, женщина решила, что ей стоит прикоснуться к одежде Иисуса. И вот так она будет исцелена. Вопреки всем правилам, она протиснулась сквозь толпу и прикоснулась к одеждам и исцелилась. Иисус почувствовал, что из него вышла сила. Что-то изменилось. Он обглядел огромную толпу, которая теснила и толкала его, и спросил, кто прикоснулся ко мне. Увидев эту женщину, он сказал, «Вера твоя спасла тебя». Представьте себе ее лицо. В переводе с греческого это означает «Слава Богу!» Или «Ю-хоу». Она не будет спорить об Иисусе. Теперь он ее друг. Он изменил ее жизнь. Она страдала больше 10 лет. Она говорит, «Я рыдала и плакала, истощила все силы и средства, а теперь благодаря Ему я здоров». Мы слишком обыденно относимся к Иисусу. Без Иисуса у вас не будет надежды. Вы проведете свою вечность в мучении. Лучше поверьте, я хочу быть его другом. Я дам ему свой календарь, чековую книжку, свои силы и свое будущее. Я очень хочу иметь с ним отношения. Для меня это крайне важно. Мое отношение не обыденно. Я не безразличен к нему. Я верю в него. Есть еще один персонаж. Мы начали с отца, затем появилась женщина. Да, ее история впечатляет, но девочка-то мертва. В Библии не записано то, что мог высказать отец. А что бы чувствовал я, если бы там ждала моя дочь? Да, я очень рад за вас, но позвольте нам продолжить путь. Я бы сказал ученикам, пожалуйста, не надо очередей на молитву. Я понимаю, что у Иисуса служение, но он сказал, что пойдет со мною. Давайте пока отложим сострадание. Я первый его позвал. Мы идем в мой дом. Это моя дочь там, моя жена. Должно быть, он нервничал. Но у Бога всегда свои сроки. Что же было дальше? И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении, сказал им, «Выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит». И смеялись над ним. Когда же народ был выслан, он, войдя, взял ее за руку, и девица встала. И размесся слух о всем по всей земле той. Представьте, какую шумиху вызвала эта история. Проповедник прервал похороны. И девочка ожила. Она уже играет на площадке, пойдите и посмотрите. Можете поговорить со врачами, они подтвердят, что она жива. Иисус не похож на нас. Он понимает то, чего мы не понимаем. У него есть понимание и опыт, которых у нас нет. Однако он желает быть нашим другом. Когда Иисус шел оттуда, мне кажется, в тот день он уже хорошо послужил. Уже можно было бы расслабиться. Что вы делали утром? У нас было воскрешение и исцеление. А теперь я в бассейн. А вот Иисус нет. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и кричали «Помилуй нас». Когда же он пришел в дом, слепые приступили к нему. И говорит им Иисус, «Веруется ли, что я могу это сделать?» Они говорят ему, «Ей, Господи». Тогда он коснулся глаз их и сказал, «Поверь ваше, и да будет вам». И открылись глаза их. Иисус строго сказал им, «Смотрите, чтобы никто не узнал». А они, выйдя, разгласили о нем по всей земле той. Я бы хотел вернуться к началу истории, но мы начнем с интригующего меня конца. Иисус возложил на них руки, и они прозрели. Затем он строго попросил их никому об этом не говорить. Давайте на минутку представим, что у вас есть два отроду слепых друга. Вы видели, как все поговорили с Иисусом и, отойдя от Него, увидели вас. Слепые теперь вас видят. По голосу ты стройнее, чем на самом деле. Я знаю, они считали вас красивыми. Не нужно было долго объяснять. Они были слепы, а теперь видят. Поэтому наказ Иисуса кажется немного странным. Не думаю, что Иисус имел в виду не признавать то, что произошло. Мне кажется, Он говорил о чем-то другом. Не выдавайте желаемое за действительное. Вы просили помощи. Я вам помог. Те, кто вас знает, и так поймут, что ваша жизнь изменилась. Не выдавайте свое представление за реальность. Думаю, одна из причин того, что Бог ограниченно проявляет себя среди своего народа, в том, что мы приписываем себе то, что делает Бог. Друзья, дело не в нас. Если Бог дает вам понимание и осознание, если ваша вера возрастает, если у вас есть духовная зрелость, которой нет у других, тогда молчите. Пусть вся слава будет Богу. Если в вашей жизни произошли радикальные перемены, если вы были злым, обиженным и осуждающим критиком, но Бог коснулся вас, освободил и смягчил ваше сердце так, что теперь у вас есть сострадание, ваши близкие увидят эти перемены. В ответ на их вопросы вы скажете, «Это все Иисус. Он помог мне». Вы хотите облечься в костюм духовности? Выучить новые слова и говорить так, что никто ничего не поймет? Обрести новый тон голоса и ссылаться на связи, которых у остальных нет, но не нужно. Ведь Иисус сказал, «Послушайте, каждый, кто хоть немного соображает, увидев, что вы прозрели, поймет, что-то произошло». Можете упомянуть с меня, но это вызовет лишний шум. Хочу вернуться к началу этой истории. Написано, что за Иисусом следовали двое слепых. Они кричали, «Помилуй нас!» Они не шептали, не передавали записки, не писали сообщения или посты. Они на весь город кричали, «Помилуй нас!» А знаете, как сложно при всех кричать, что вы нуждаетесь в милости? Мне тоже нужна была милость. И уверяю вас, это было неудобно. Очень неудобно. Это можно сравнить с тем, что вы заблудились. Вы не признаете, что заблудились. Ведь так? Я временно дезориентирован. Здесь столько новых построек, что я просто не понимаю. Где же я нахожусь, но я не заблудился. Несколько недель назад я ехал в Нэшвилл со своими друзьями. У нас была там встреча. На шоссе было оживленное движение. Это очень необычно. Кто-то сказал, «Давайте поедем другой дорогой, так будет быстрее». Нам помогали Сири и Гугл-карты. В машине был какой-то навигатор. Все пассажиры были коренными жителями среднего Теннесси, так что мы были вооружены. Путь должен был занять 30 минут. Мы приехали в нужное место только через два часа. Мы проехали почти весь средний Теннесси. Мы не заблудились. Мы все знали эту местность. Мы узнавали каждый перекресток, который проезжали, и каждое место, где оказывались. Хотя, да, мы заблудились. Несколько дней назад мы проделали тот же путь с той же группой людей, решив во что бы то ни стало. Держаться одной дороги. Сложно признаться, что заблудился. Сложно сказать, что нуждаешься в милости. Люди пошли в дом за Иисусом, но он остановился и спросил, «Чего бы вам хотелось?» Мы хотим видеть. Он возложил на них руки, и они прозрели. «Это мой Иисус». Я назвал это чудом. Женщина получила исцеление. Исцеление — это когда Бог что-то восстанавливает в вашем теле. Он сотворил вас с удивительной способностью восстанавливать здоровье. Но порой наши системы выходят из равновесия, и мы не можем их восстановить. Я понимаю исцеление так. Бог восстанавливает в нас все природные системы. Это чудо. Бывает, у вас чего-то не хватает. По какой-то причине части вашего тела не хватает. Она сломана или больше не функционирует. Бог восстанавливает ее. Иисус помог им прозреть. Иисус еще не закончил. Он еще не приступил к отдыху. Когда же те выходили, то привели к нему человека немого бесноватого. И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил, «Никогда не бывало такого явления в Израиле». А фарисеи говорили, «Он изгоняет бесов силу князя Бесовского». Какие веселые парни! Матфей рассказывает о том, как Иисусу привели человека. У автора всегда есть право высказать свою точку зрения, потому он и озвучивает свой взгляд. Для толпы этот факт не был столь очевидным. Если бы стояли за спинами учеников и видели, как Иисусу привели немого человека, мы бы подумали, что у него какая-то проблема. У него какие-то проблемы с речью. Однако Иисус различил, что причина этой физиологической проблемы не она, а духовная. Матфей передает нам это и пишет, что привели человека бесноватого и потому немого. Вы можете себе представить, как последователь Христа, который читает Библию, что духовные силы могут влиять на вас телесно. Если нет, я подчеркиваю, что наш друг Иисус в это верит. Возможно, нужно расширить рамки воображения, если нам это не вместится. Библия не говорит, что каждый немой непременно бесноватый. Нет, Библия так не говорит. Как не говорит и о том, что каждый сгорбленный одержим. Она говорит так лишь в одном случае. Картина ясна. Духовные силы влияют на нас телесно. И следующая строчка говорит о том, что бес был изгнан. Это не пассивное действие. Здесь не сказано, что Иисус пригласил беса на выход. Он потребовал уйти. Он не предложил бесу выбрать другую резиденцию. Он изгнал его. Это проявление власти. Это столкновение властей. У Иисуса была власть изгнать беса из этого человека. Ты не можешь здесь оставаться. Моей властью приказывают тебе уйти. Человек обрел свободу, и очевидным результатом стала его способность говорить. Меньше чем за один день, пока мы ходим с Иисусом, мы видели воскрешение, исцеление и чудо. Я полагаю, приятно иметь такого друга. Я уже не могу дождаться следующего дня. Мы многому можем научиться. Мой друг понимает вещи, которых я не понимаю. В этом случае человек был одержимым. Вы понимаете, он был в ущербном положении. Он был связан духовной силой и не знал, как ее победить. Это не означает, что он был глупым, нежественным или злым. Порой христиане оказываются в странном положении. Нам нужно провести семинар о том, во что мы верим, касательно нечистых духов и демонической активности. Мы посвятим весь семинар тому, чтобы понять, может ли христианин быть одержимым, подавленным, огнетенным или раздавленным. Нам нужно будет изучить смысл всех слов, поскольку нам проще сказать, что с нами никогда такого не случится, ведь мы следуем за Христом. Позвольте сказать, что в этой истории человек был в завете с Богом, как это понималось в те времена. Он дитя Бога, еврей, соблюдает правила и ходит в Синагогу, однако фарисеи противостали вмешательству Иисусом. Этот человек не был язычником или идолопоклонником, не был безбожником или злым. Однако, несмотря на то, что он принадлежал к Богом избранному народу, он страдал от влияния нечистого духа. У нас будет время и место для определений и споров. Я об этом позабочусь. Это история о том, что нам нужно осознать. Мы можем высокомерно говорить, «Я допускаю, что где-то в мире существует что-то нечистое, но нас это не коснется». Такое бывает в отдаленных уголках. Что, правда? Представьте, что вы — это зло, которое решило лишить людей ресурсов. Вы пойдете туда, где нет электричества? Сомневаюсь. Дьявол не дурак. Он влияет на жизнь самых прекрасных мужей и жен Божьих. Библия полна таких историй. Дьявол не дурак. У него есть и сила, и власть. Не высмеивайте его. Не потешайтесь над ним. Осознайте, что у вас есть власть, и не бойтесь его. Иисус сказал, этот дух должен уйти. Наш друг учит нас тому, что нет такого нечистого духа или демонической силы, над которой он не имел бы власти. Я хочу знать этого друга. Я хочу понять, как быть свободным. В оставшееся время хочу рассказать вам о двух наблюдениях. В вашем конспекте их нет. Во всех этих историях есть два особенных момента. Ни за одним из этих четырех человек Иисус не ходил. Все они сами пришли к Иисусу и сами инициировали результат. Отец пришел к Иисусу. Женщина подошла к Иисусу. Слепые следовали за Иисусом и немого тоже привели к Иисусу. Ни в одном из этих случаев Иисус не ходил сам со словами, «У меня для вас что-то есть». Он непрестанно повторял «Возможность есть благодаря тому, что есть в вашем сердце». Поймите, что то, что есть в вашем сердце, либо создает Божью возможность для вашей жизни, либо упраздняет ее. Не гордитесь своим скепсисом. Если вы скептик мирового класса, причиной тому могла быть боль, страдание или разочарование. Если вы больше скептик, чем верующий, встаньте на колени и скажите, «Бог, помоги мне, я хочу верить в тебя больше, чем когда-либо. Я хочу смириться. Ты реален, и я хочу знать тебя. Иисус, помоги мне». Нас научили быть более пассивными. Мы говорим, «Пастор, я открыт для всего, что приготовил мне Бог». Что бы ни дал мне Бог, я все приму. Не ограничено и безусловно. Я сделаю все. Я верю всей Библии, от карт до ссылок. Я открыт для всего, что Иисус хочет мне дать. Я ценю вашу открытость, но мягко замечу, что в этом есть доля трусости, если бы тот отец, сидя дома, говорил, «Бог, я открыт для всего, что ты хочешь сделать для моей дочери». Что ты сделаешь? Кого бы ты сюда ни прислал, какое бы послание ни отдал, какое бы чудо ни сотворил, Бог, я открыт для всего. Тогда все закончилось бы похоронами, а не праздником. А если бы та женщина осталась дома и сказала, «Бог, я открыт для всего». Моя Библия велит мне стучать и продолжать стучать. В 11 главе евреям сказано, что Бог ищущим его воздает. Мне кажется, что это наша задача — следовать за Богом. В притчах сказано, что этого нужно искать, как серебра или золото. Нам нужно громко кричать об этом на улице. Нужно перекопать тонны камней и грязи, чтобы найти немного серебра или золота. Я не говорю, что все понимаю. Я просто говорю, что так написано. Эти четыре человека искали Иисуса, и полученный ими результат исключителен. Во всех этих историях были запоздания, злопыхатели, критики и неожиданный результат. Разве нет? Вы думаете, когда человек получает свободу от немоты, все вокруг радуются, так что ли? Вы так думаете? Но это неверно. Библия ясно доносит мысли людей из толпы. Ну, даже не знаю, как на это посмотреть. Друзья, живите, черпая информацию из Библии. Когда Бог делает в вашей жизни что-то выдающееся, кто-то порадуется, кто-то загрустит, а кто-то и пожалуется. Знаете, я что-то в этом не уверен. Если вы что-то получили, не переставайте говорить об этом. Говорите «Слава Богу, мой друг Иисус!» И люди все поймут. Правда? В каждой из этих историй люди получили то, чего никогда не получали. Друзья так и делают. Они открывают вашу жизнь для новых вещей и идей. У вас есть свой опыт, но если у вас хорошие друзья, они расширят ваши рамки. И последнее наблюдение. Каждый из этих людей искал Иисуса, чтобы дополнить то, что было неполным. Они осознавали, что тому, кто они есть, и что они могут, есть пределы. У нас есть неверное представление, что мы что-то приносим Иисусу, что-то Ему отдаем, а Бог, хочу отдать себе немного времени. И зачем я в это ввязался? Долго мне это делать еще? Это же встреча. Я делаю это только потому, что люблю Иисуса. Разве вы не знаете, как мы Его впечатляем? Эти люди осознавали, что Иисус ничего у них не заберет. Он лишь старается пригласить нас к осознанию, к откровению, к Царству Божьему. А что это значит? Мы бы обосновались вне Царства Божьего. Нас устроила бы жизнь без осознания духовных вещей. Мы были бы довольны своими отчаянными попытками скарабкаться на вершину, где нас ждала бы еще одна вершина. А Иисус сказал, «Позвольте показать вам, на что тратить свою жизнь, пока ваши дни на земле не сочтены». Дни Иисуса на земле были ограничены. Когда ваши дни на земле будут сочтены, впереди ждут более прекрасные дни. Поэтому мы говорим, «Господь, я не знаю, как это сделать. У меня есть предел. Я не настолько умен. Ты дал мне ум, но ты умнее». Не стыдитесь. Иисус просто хочет быть вашим другом. Быть другом Иисуса — это не бремя. Это честь. Смотрите каждую неделю нашу программу с пастором Алленом Джексоном, а также заходите на наш веб-сайт, где вы можете найти прекрасные ресурсы, которые помогут вам подняться на новый уровень вашей христианской жизни. Мы также просим вас подумать о том, чтобы поддержать нас в распространении этого послания по всему миру. Это будет возможно только с вашей помощью. Поэтому подумайте о том, чтобы стать нашим партнером. И если вы окажетесь в наших краях, мы будем очень рады вас видеть в церкви World Outreach в Мёрфисборо. А также вы можете ежедневно быть на связи с пастором Алленом Джексоном в соцсетях. Спасибо, что вы с нами и что являетесь частью этого служения. До скорой встречи в нашей программе с пастором Алленом Джексоном. Присоединяйтесь к нам и особенному гостю церкви World Outreach, актеру и спикеру, Кирку Камерон. Он будет говорить слово на четырех служениях 28 и 29 сентября. Заходите на наш сайт, чтобы узнать больше. Для меня нет ничего более важного и ценного, чем правильное отношение с Богом через Иисуса Христа, который прощает мои грехи, правильных отношений с моим Создателем. Мы будем рады видеть вас в церкви World Outreach. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Вы можете жить в силе и власти Иисуса Христа, с четким осознанием, что такое власть. И у Бога есть цель для вашей жизни, в которой вы можете быть уверены. Для вашей поддержки мы хотим послать вам подарок сегодня, который состоит из трех компакт-дисков учения «Жить в духовном осознании». В дополнение к дискам мы отправляем пособия для изучения с инструментами и практикой для помощи в более духовно осознанной жизни. Позвоните по телефону, указанному на экране. Зайдите на наш сайт сегодня и получите свой особенный подарок. Спасибо за поддержку нашей программы. Вместе мы сотворим перемены. Продолжение следует...